коллеги я вас приветствую сегодня у нас вопросы и ответы по программированию номер уже 26 это значит вопросы поступают и они требуют ответа вот список вопросов которые у нас на сегодня на самом деле хочу в очередной раз попросить вас подписаться на канал поставить колокольчик это поможет мне и вам ну а если вы станете спонсором это будет вообще вплоть до некоторых фишек которые доступны только спонсором в общем давайте начинать и первый вопрос итак вопрос номер 119 как вы относитесь к высказываниям мартина фаулера но на самом деле не очень много высказываний они на самом деле конечно же очень полезны просто нужно понимать что какие-то технологии поменялись и некоторые высказывания просто технически устарели есть другие мнения других разработчиков которые тоже ведут разработку и в общем-то пишут свои высказывания своих блогах или даже делая какие-то фреймворки я почитываю мартина фаулера я стремлюсь понять что он говорил относят к тому времени когда он это говорил и соотношу с реальными в общем-то все хорошо в меру следующий вопрос номер 120 расскажите пожалуйста приходилось ли вам работать с большими xml файлами какие инструменты приходилось использовать какими трудностями столкнулись при работе с файлами но если честно туда очень сильно приходилось надо сказать что xml формат появился много раньше чем джейсон и поначалу мне приходилось работать только с xml вам были большие маленькие файлы проблемы нет проблем не помню что были какие-то проблемы даже где-то у меня есть сборка которая xml парсинг я делал свой собственный которая с офисом может работать open xml так называемый нет не помню что были какие-то проблемы не знаю трудно сказать до приходилось проблем я не припомню в общем какие проблемы написанные сборки написаны уже все инструменты которые позволяют реализовать и десерализовать нет не знаю ну или тогда давайте напишите в комментариях что такое большими там 235 гигабайт терабайт петабайт и не знаю чем еще вообще его не помню вопросов о смысле проблем с xml так следующий вопрос хорошая практика покрывает код тестами ну да это хорошая но если разумное ограничение не число таких тестов друзья на самом деле тут очень все очень непонятно потому что как-то может быть ну то есть давайте сначала много тестов не бывает это как бы аксиома есть чрезмерное количество тестов но это все зависит уже от разработчика даже чрезмерность тестов на один и тот же метод на один и тот же функционал они тоже должны быть чем-то объясним и обычно я сталкивался с таким проектом где тестов просто нет или критически мало ну не знаю наверное нет такого ограничения чтобы там тестов каких-то было слишком много ну или поясните вопрос комментариях наверное вот так вот пока вопрос номер 122 можно расширяющим методом дополнить стандартные поля базе данных и user видим а в базе данных аутентификации как есть варианты не трогать базы с использованием с пользователями остаться в рамках бдс остается в из приложения насколько я понимаю речь идет об айдентики до microsoft идентики сборку которая есть пользователи то есть юзер слаймы rolls и все такое то есть вот эти наверное ну видимо вот это вот база аутентификации мы будем считать что это так да действительно там есть асп.нет юзер таблица в которой хранятся пользователи и в общем то я не вижу ничего такого плохого чтобы не трогать если это ваша база вы ее создаете она хранится у вас почему бы не дополнить дополнительными полями в таблице непонятно ну другими словами если это не ваша база и вам нужно к ней как-то сделать ссылку ну тогда ничего не получится то есть даже если вы не хотите трогать таблицу юзер не знаю по какой причине то вам все равно какая-то связь должна ну например таблица профайл да которая связана с таблицей юзер по аутентификатору фарень кейв если вы если не ваша база вы не накинете если ваша база то что мешает не знаю тут сугумоличные какие-то предпочтения должны быть видимо были какие-то причины ну задавать этот вопрос какие есть варианты не трогать базу с пользователями не знаю база с пользователями не знаю друзья на самом деле вот такой тупик мне вопрос поставил база с пользователями не знаю опять же повторюсь то есть если вы делаете какую-то базу данных и там должны быть пользователей почему это должна быть отдельная база на мой взгляд это должна быть одна и та же база потому что у вас если требуется связь то она требуется с таблицами пользователями в том числе где-то продукты там какие-то каталоги создал пользователей ну не знаю сложный вопрос если это микросервисная архитектура то вам так или иначе придется делать связь тогда вам не придется делать когда это будут две разные базы данных и не знаю не знаю трудно мне ответить на этот вопрос и я в общем то наверное не очень понимаю чем идет речь но если что напишите в комментариях я думаю разберемся так вопрос номер 123 сталкивались ли вы строковым роу полиморфизмом в работе к сожалению статья в векопедии не очень помогла но я слышал про роу полиморфизм я насколько помню он относится больше к математике где-нибудь вот высшая математика с той стороны где-то это все идет честно говорю полиморфизм в математике и полиморфизм в коде это разные вещи и нужно понимать что не все йогурты одинаково полезны то есть нельзя прям все взять из математики натянуть на программирование именно поэтому было придумано разное количество языков иначе был один язык программирования и у него бы были бы законы математики разные языки призваны для разных требований для разных реализаций для разных функционалов написания, то есть не просто так их существует там больше там восьми десятков языков программирования, и каждый хорош в своей, так сказать, среде разработки, если так можно выразиться. Поэтому не думаю, что нужно перетягивать RAW полиморфизм сюда, может быть поэтому в Википедии и нету про программирование, ну честно говоря не знаю, не сталкивался я с этим. Слышать слышал, сталкиваться не сталкивался. Полиморфизм он и в C-шарпий полиморфизм, но они бывают разные. Ну, думаю это как-то так. Так, на этом, друзья, все. Вынужден с вами попрощаться. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал, как обычно, ну и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok